Простатоспецифический антиген. Что это за показатель состояния простаты? Зачем он нужен? И как интерпретировать результаты? В каком возрасте и когда его надо проверять? Многие спрашивают, ПСА был 2,8, а стал 3,6. Что это значит? Как лечить или не лечить? Повышается ли он при простатите? Сейчас разберемся. ПСА или ПСА. Не путайте с PCA, это Prosthetic Cancer Antigen, а PSA Prosthetic Specific Antigen. Это белок, простатспецифический антиген. 93% аминокислоты, 7% углеводов. Гликированный антиген, белок в соединении с небольшим количеством углеводов, с протоэлитическими функциями. Основная его функция – разжижение спермы. В высокой концентрации он находится в секрете простаты, а в крови очень небольшое количество. Это из-за гистеогематического барьера. В организме очень много органов, отделенных от общего организма, так скажем, от других его общедоступных сред, специальными тканевыми барьерами между клетками органа и кровью, что не позволяет из крови проникать токсином, вредным продуктом в ткань таких важных органов, как яичко, головной и спинной мозг и простата в их числе. Но эта тема отдельная, не будем углубляться в эти барьеры. В минимальных количествах ПСА можно найти даже в эпидермисе, то есть в наружном слое кожи. И даже у женщин в ткани молочной железы и в грудном молоке. Так что у женщин предстательной железы нету, а ПСА есть. Прежде всего и главная диагностическая ценность ПСА – это маркер рака предстательной железы. Его количество в крови повышается при наличии рака простаты. И он очень ценен при диагностике ранних форм рака простаты. За годы скрининга мужчин с помощью ПСА произошла настоящая революция в диагностике и лечении рака простаты. И рак простаты сегодня один из тех видов онкологии, которые или полностью излечиваются, или переводятся в хроническую форму. То есть не являются причиной смертельных исходов. Конечно, благодаря не только ПСА, который позволяет выявлять ранние формы, а следовательно эффективнее его лечить. Но и новым методикам по хирургическому лечению и другим методам лечения рака простаты. Упрощенная норма общего простатспецифического антигена в сыворотке крови до 4 нмл. То есть все, что ниже 4 – это норма. То есть 1,6, 2,5, даже 3,9 и 4 – это норма. Нельзя относиться к этому анализу как к показателю здоровья простаты. А многие волнуются, например, из-за того, что год назад был 2,7, а теперь стал 3,2. Тревога, что-то стало хуже. Не хуже и не лучше, а нормальное количество. Это не значит, что простата стала лучше или хуже. Это не значит, что потенция стала лучше или хуже из-за ПСА. Это значит только одно – вероятность рака простаты минимальна. И больше ничего не значит. Запомнили? До 4 нормы. Вот напишите, были ли у вас сомнения и неопределенность в оценке результатов ПСА. В сыворотке крови содержатся такие формы простатспецифического антигена, как свободный ПСА, связанный ПСА, с альфа-1 антихимитрипсином – это ПСА-АЭХТ комплекс и с альфа-2 макроглобулином. Именно определение и сумма концентрации вот этих двух его форм в сыворотке крови – свободного ПСА и ПСА-АЭХТ комплекс – позволяет выявить концентрацию «рутинного» урологического маркера, который известен больше всего – это общий ПСА. Есть еще очень много фракций ПСА и его интегральных показателей. Доброкачественная фракция свободного простатспецифического антигена, связанный простатспецифический антиген, интактная фракция свободного простатспецифического антигена, проэнзим свободного простатспецифического антигена, плотность простатспецифического антигена, скорость прироста простатспецифического антигена. Но мы поговорим о наиболее важных с точки зрения практики и жизненных реалий показателей. Есть особенности, связанные с возрастом и другие факторы, которые могут приводить к повышению уровня простатспецифического антигена. Вот теперь об этом. С возрастом повышается содержание ПСА в крови. Это связывает с возрастным увеличением объема предстательной железы из-за доброкачественной гиперплазии простаты. В таблице, которую вы видите, приведены средние нормы содержания ПСА в разных возрастных группах. Как видите, чем старше мужчина, тем выше верхняя граница нормы ПСА из-за увеличения объема простаты. И отсюда следующая очень важная информация. Особое внимание у мужчин, у которых есть аденома или доброкачественная гиперплазия простаты. Условная норма ПСА до 4. Это для простаты нормального объема. Чем больше объем простаты, тем выше верхняя граница нормы. Сейчас объясню. При аденоме, как мы знаем, разрастаются аденоматозные клетки, узлы в переходной зоне. И увеличенная простата сдавливает шейку пузыря и начальный отдел уретры, вызывая симптомы со стороны мочевого пузыря. Так вот, есть такой показатель, как плотность ПСА. То есть количество этого простатспектического антигена в единице объема. То есть в одном кубическом сантиметре. Значение плотности ПСА в нормальной простате не должно превышать 0,15 нанограмм миллилитр сантиметров кубик. То есть, если ваша простота объемом 60 кубических сантиметров, вы умножаете 60 на 0,15 и получаете верхнюю границу нормы для вашего объема 9 миллимоль на миллилитр. Просто умножаете объем простаты на 0,15 и получаете верхнюю границу нормы. Еще один важный интегральный показатель. Соотношение свободной ПСА к общему ПСА. Считается, что если это соотношение ниже 10% это высокий риск рака предстательной железы, а более 25% это доброкачественная гиперплазия предстательной железы и низкий риск рака предстательной железы. Но среднее ориентировочное число этого показателя 15. Доля свободного ПСА при раке предстательной железы значительно ниже по сравнению с его уровнем при доброкачественном процессе. И вот об этом говорит вот это процентное соотношение. Считается, что на уровень ПСА влияет любое активное или пассивное вмешательство на ткань простаты. А именно, показатель ПСА в крови может повыситься при недавнем половом акте, после пальцевого ректального исследования или после давления на простату во время трансректального УЗИ. Кто-то даже пишет о возможном повышении послеочистительной клизмы или введении в прямую кишку лекарственной ректальной свечи. Одним словом, перед сдачей анализа, чтобы исключить искажающий результат ПСА-факторы, нужно исключить половую жизнь любые вмешательства в ампулу прямой кишки в течение 5-7 суток. То есть, исключить клизмы, УЗИ и свечи ректальные. Теперь к вашим вопросам и жизненным ситуациям по поводу ПСА. Один из подписчиков с волнением спрашивает. Получил повышенный результат ПСА? Перед этим занимался на велотренажере. Может ли это быть причиной повышения ПСА? Хочу сказать, что любое внешнее воздействие на промежность не оказывает прямого и непосредственного влияния на простату. Об этом я много рассказывал и обосновывал в роликах про велосипед, про болезни простаты от сидячего состояния и про болезни простаты, связанные с охлаждением промежности. Простата настолько надежно защищена тазовым кольцом, что никакая езда на велосипеде, ни езда на коне, ни даже удар по промежности лопатой или молотком никак не повлияет на простату. Этот удар может разбить промежностный отдел уретры, но простата не травмируется. Посттравматические артриты, миозиты, менингиты бывают, а посттравматические простатиты не встречаются. С какого возраста нужно сдавать ПСА? Опираясь на многочисленные методические рекомендации урологических научных сообществ, эта общепринятая мировая практика считается, что после 40-летнего возраста рекомендуется сдавать ПСА один раз в год. Кто-то говорит о том, что один раз в два года можно сдавать. Действительно ли ПСА повышается при простатите? Этот вопрос я рассматриваю как одну из многочисленных спекуляций на чувствах тревоги и озабоченности мужчин. На сайтах лабораторий, коммерческих клиник, фармацевтических производителей, производителей БАДов и волшебных мужских формул вы найдете хроническое воспаление в простате, а именно хронический простатит, как одну из причин повышения ПСА. Но на практике и в жизни у пациентов с хроническим простатитом не повышается ПСА, это не встречается на практике, это не встречается ни в одном научном труде, статье или более-менее серьезном исследовании, посвященном простатиту или посвященном простатспецифическому антигену. И как пример, в руководстве академика Пушкаря с авторами «Ранняя диагностика рака предстательной железы», данные из которого я приводил ранее, простатит не рассматривается как причина повышения ПСА. Если бы это было правилом, игнорировать такие факты невозможно, но эти факты отсутствуют. Уровень ПСА отсутствует в алгоритме обязательных исследований при хроническом простатите. Это спекулятивный миф. Иногда это используют для возможного объяснения причины повышения ПСА при отрицательной биопсии простаты. Рак не нашли при биопсии, а ПСА повышен. Ну, может быть, из-за простатита. Попейте БАДы. Отсутствие рака при биопсии простаты при повышенном простатспецифическом антигене – это тема другая, она требует отдельного разбора, и я не буду в нее углубляться, если интересно, запишу видео. Но примем факт, что при простатите ПСА не повышается. Знаю, что будут критики, но чаще всего у них понятие простатит, аденома, больная простата, цистит, смешанные в сознании и представляют одно и то же. Доказательства я вам привел, и это даже не мое мнение. А ваше мнение и вопросы пишите мне в комментариях. Чтобы понять более детально, что вас беспокоит, какую стратегию улучшения мужского здоровья выбрать, я приглашаю в мою программу «Мужское здоровье», доступ в которую откроется 20 июля. Сейчас он временно приостановлен. Напишите о волнующих вас вопросах на тему простатспецифического антигена. Ссылки на связанные ролики, о которых я говорил выше, будут указаны в тексте под видео и в первом комментарии. Всем мира, здоровья и оптимизма. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok